Привет, Херсон! Привет, Херсонцы! Херсонцы всего мира! У нас сегодня достаточно хорошая погода. 8 января. Сегодня у нас праздник Собор Святой Богородицы, с чем я вас и поздравляю. И также у нас второй день Рождества. Это тоже праздник продолжается. Сегодня никаких особых дел делать нельзя православным. Я сходила в магазин, так как уже немножко, немножко сидят где-то приблизительно у горла все блюда, которые были на Новый год, на Рождество и хочется чего-нибудь жиденького. Я пошла скупиться на борщик, а многие херсонцы интересовались, сколько ж в Украине стоит борщ. Я хочу сказать, что с начала года уже начинается ощутимое подорожание. Вот эта вот капусточка, например, в супермаркете, она совершенно небольшого размера. Вот. И по чеку она обошлась нам 42 гривны, что для Юга Украины это очень дорого. И где-то это 1 доллар 55 центов. А морковка вот, 800 грамм, обошлась в 51 цент. Там всего 800 грамм. Вот. Бурячок у нас там около 12.90. Нет. Сейчас я посмотрю. Бурячок. Так, капуста, морковка. Где-то в конце, по-моему. Буряк, да. 7,68, но это недорого, в принципе. Вот такие ножки я наборщик купила. Вот. Три штучки всего. И обошлись они нам в 2,38 доллара. Или 65 гривен. 65 гривен в 3 вот такие ножки. И 2,38 доллара. Дальше я покупала масло. Вот. Масло это вообще беда. Вот масло и здесь всего лишь, тут 2 литра нету. Литр и 6. Литр и 6. Грубо говоря, полтора литра. Вот. И это масло обходится нам в 101 гривну или 3,69 доллара. 3,69 доллара. 3,69 долларов. Вот такая вот крупа рисовая. Стоит она у нас сейчас. Так. Стоит она у нас 33 гривны 10 копеек. Что составляет 1,22 доллара. Ну, зарплату нашу, которая составляет 200 долларов, в общем, такие цены, это несоизмеримо. И вы понимаете, каждый день что-то дорожает, дорожает, дорожает. И у людей праздники, заботы, головы забиты. А тем временем все время идет подорожание. Хлебушек у нас. Хлебушек. Сейчас мы посмотрим хлебушек. Вот такой хлебушек. Кстати говоря, качество не очень. Потому как украинскую пшеницу вывозят, а покупают какую-то дешевую. И на первый день он еще не четок хлеб. А, буквально проходит 2 дня. Если ты пленку не снял, он зеленой плесенью покрывается. И хлебушек у нас стоит 58 центов. И попросила девочку в магазине взвесить вот этот хлеб. Тут оказалось 580 грамм. Хотя заявлено, что в хлебе 600 грамм. Потом мы еще 3 взвесили и было от 500 до 580 грамм. 3 хлеба, короче говоря, 4 хлеба мы взвесили и ни одного 600 грамм не было. Было от 500 до 580. То есть, то, что заявлено в 600 грамм, оно не соответствует действительности. Это мелочи, ну, на каждом хлебушке, извините. И как вот нас дурят. Так что, ребята, вот такие вот цены. Борщик вот 5 гривен, 50 копеек, вот такая вот паста, например, одна. Вот. Ну, короче говоря, дорого. Очень сильно все подорожало. Картошка тоже, ну, я не покупала. Когда куплю, я вам покажу, сколько стоит картошка, чтобы вы уже четко понимали. Ну, борщ обходится не дешево. Так что, ребята, как-то так. Итак, друзья, варю борщик. Вот. Закипел уже бульон, я сняла шум. И добавляю сырой лук. Я уже говорила много раз, что лук в бульоне придает вкус и аромат. Сразу аромат другой. Сразу так вкусненько пахнуть начинает, когда лучок добавляешь. Вот. И уже готовый у меня бурячок порезанный. Я отрежу соломкой. Вот. А тут Синьки варится мяско. С хреном. Неплохая. Я хочу сказать, что холодец у меня получается очень вкусный. Я больше всего люблю свой холодец. Не знаю, как вы, но вот у меня есть такая какая-то... Вот холодец я люблю только свой. Я сколько не пробовала холодцы, все-таки мой холодец, как по мне, вкуснее. Я обязательно ложу три вида мяса. Ложу говядину в дарницкую. Вот. Ложу курицу и ложу свинину. Это голяшка, ножка. Там, может, еще я ложу в дарницкую, кстати, и свиную тоже. Вот. Жир я, конечно, убираю, но идеально убрать жир, это надо мастерство еще иметь. Но холодец очень вкусный. Я подсаливаю бульон хорошо. Когда варю, ну, не добавляю соль. А потом уже ложу чеснок и солю хорошо. Прямо-таки хорошо для того, чтобы и мясо пропиталось. Потому что недосоленный холодец, соответственно, будет не очень вкусный. Извините. Подкидаю. Только что вот эту часть отнесла соседке. Вот. Вот эту всю часть угостила. Угостила и соседа, угостила и соседку. Ну, сами понимаете. Живем в таком обществе, где надо делиться. Соседка не варила, я ее угостила. Сегодня, как я уже говорила, восьмое число, праздник. Колечка у нас на работе сегодня. Вот. Поэтому мы сами с Сеней. Вот. И будем варить борщик. Для того, чтобы пощадить нашу печень. Ну, уже понемножку будем доедать холодец. Ну, в основном будем уже возвращаться к нормальной едетам. А вы, ребята, так делаете. Мы вот, например, после Нового года, я варила уху. Ну, у нас продаются в магазинчике такие классные хребетики с красной рыбой, свежие. Я взяла из этого хребетика, сварила замечательную уху. И мы с удовольствием после Нового года покушали ее. Потому что без жидкого все равно. Вот мы привычны. Мы люди СССР, привычны к жидкому. Все эти бутербродики, нарезочки, мяско, это все хорошо. Но организм прям требует чего-нибудь жиденького. Вот. Так что, ребятки, кстати говоря, этот рецепт я отсняла холодца. Только еще не смонтировала. Будет на кухне Виктория С. Посмотрите, как я варю холодец. Вот. Ну, этот судок не очень. Тут много жидкостей, в других больше было. И жирка тут немножко больше. Видите, такие вкрапления. Я, кстати, всегда убираю жир, но все равно, как бы ты ни старался, а все равно вот такой и останется. Я видела, там один блогер салфеткой промакивал. Ну, тем не менее, когда застыл холодец, все равно точно такой, как у меня был. И салфетка не помогает. Так что, ребята, как-то так. Вот, друзья, поджаривается наш лучок. И уже я настрогала. Видите? Все режу руками. Это я готовлю зажарку для борща. А еще у меня есть вот такая домашняя консервирование. Это помидоры перекрученные. И томат. Вот это вот, что нам будет давать цвет. Ну, еще немного испанской паприки добавлю. Потому что я ее очень люблю. Видите, бурячок уже понемножечку закипает. И я вам скажу, ребята, на юге Украины именно так варят борщ. Именно вот буряк соломкой закидывают в бульон. А вот, что касается борща, где поджаривается бурячок. Это туда, в Западную Украину. В Центральную, Западную Украину. Там еще любят борщ с квашеного буряка. Вот. У нас цвет борщу придает томат. Именно томат. И он встает такой не бордовый, а именно красный. А когда именно поджариваешь, то борщ встает такой насыщенно бордовый. Ну, я вам хочу сказать, так варила моя мама, мои соседи. Вот так вот. Вот, ребята, раритетные мышки. Мишки. 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 Не мышки. Мишки. Мишка. Ай. Блин. Быстро поднятые, не считаются упавшим. Ага. Чистые. Помытые. Вот так они выглядят, друзья. Это наша Валюха тут. Кудесница. Делается вот в такой форме советской. Ребята. Ну, а это еще Мэйден Юлия Сосанова. Смотрите, какая красота. Вы помните такое или нет? Еще поднадо 4 рубля соева. Смотрите, какие мишки чудесные. Олимпийские. Поностальгируйте чуть-чуть. А Валя это будет все кушать. Тут сгущенка, масло. Ну, короче, все это очень вкусное. Я еще Вале дала смазывать форму масла кокосовое. И аромат стоит кокоса на всю кухню. Так что, ребята, помните такое? А смазывали форму мы вот таким кокосовым маслом. Мне высылали девчонки, девочки. Кто выслал? Спасибо огромное. Это очень хорошая вещь. Процесс продолжается. Она с тем временем пожарила, зажатка. Так что, ребята, потихонечку, потихонечку мы идем к намеченной цели. Ну что ж, минут 40, час варится уже наше мясо. Уряк где-то, наверное, минут 20 варится. И можно закидывать картошку. Картошка, это очень вкусная, сахарная такая. Кстати, очень важно, чтобы вкусная картошка была в борще. Она должна быть разваристая, сахарная. Вот для борща ищите специально картошку. Проверенную надо бросать. Потому что, если картошка будет дубовая, то и борщ будет невкусный. Вот так, ребята. Это обязательно. Ну и, конечно же, надо в кипящую воду бросать все овощи. Так, девочки, досталось с холодильника мороженый перец болгарский. И кладу в борщ. Мы любим борщ с перцем. И с фасолью, конечно. Но фасоли у меня дома не оказалось. Покажу как-нибудь. И с фасолью. Да, кстати, капусту я уже порезала. Вот так. Вот такая красота. Сладенькая такая. Ну, в общем-то, вначале я забыла кинуть два лавровых листика. Я их кидаю сейчас. Ничего страшного не произойдет. Порезала зеленушку. Здесь укроп, петрушка и зеленый лук перьями. Немножко поперчу, посолю. Перчик у меня тут тоже блатной. И в самом конце кину капусту. Ну что, ребятки. Забрасываем нашу капусту. Вот так. Красиво, красиво. И сразу же сверху зажарку. Потому что мы любим капусту, чтобы она была аль денте. Ни в коем случае мы ее не варим часами. Я видела такие рецепты в интернете. Когда капуста варилась по полчаса, по 40 минут. Мы так не делаем. Капусточка должна быть хрустящая. Это обязательно. И сейчас прям сверху зажарку. И все, закипит. Бросаю зелень и борщ. То, что девочки и мальчики. Цвет у нас, видите, не бордовый. Но красный. Он от томата и от помидор. Вот. Да, кстати, в зажарку я добавила паприки. Она тоже дает цвет. Вот. Теперь мы попробуем. Доведем до соли. Чтобы он был идеально по соли. Вот я его уже подсаливала, но там недостаточно. И кину немножко перчика сверху. Он тоже даст ароматик. Дальше мы забросим вот эту нашу зеленушку. И все. Ну вот, ребята, ждем закипания. Я, как обычно, люблю готовить с горой. Крышку не закроешь. Ну, это хорошо, что я отберу себе на покушать, и сразу станет меньше. Тогда крышка закроется. Ну, это у меня пожизненно, девочки. А ну, напишите, у вас такого не бывает? У меня и у соседки такая беда. И у меня, что я вечно варю борщ с горой. Суп нет, а вот борщ, да. Ну, все. Ждем закипания на нашей электроплеке. Нам сложнее. Ну, вот, друзья. Вот такой борщ у нас получился. Не фиолетовый, а красный. Немножко сметанки положила. Вот так это выглядит. Красиво, не правда ли? А мы пошли дальше. В процессе своей жизни, так сказать, показали, как мы варим борщ. Итак, друзья, вышли на улицу с Теней гулять. И хорошая погода исчезла. Вот такой у нас дождик. На улице уже темно. Ну, вот так, ребята, и день прошел. Вот так, друзья, и жизнь проходит. Мы с Теней идем. На ночь пройтись. Вот так. Все, а я прощаюсь с вами. Да ну, вы вполне себе не стоит. Ребята, на самом деле это не дождь, а крупа. И все это сразу превращается в гололед. Так что, я ошибалась. Все это, крупа. И асфальт встает мокрым. Так что, у нас ожидается очень мерзкая погода. Это ледяной дождь. Обледенение деревьев, проводов и так далее. Так что, ребятки, я ошиблась. Это не дождь. Кстати, на улице температура минус. Ну, может, минус один, минус два. Не сильно большой минус. Но, тем не менее, на это все падает. Крупа. И превращается в гололед. Вот так, ребятки. А мы уже сделали свои дела и возвращаемся домой. Субтитры сделал DimaTorzok